Разгромив Ливию, Запад открыл дверь в преисподнюю. Ливия, между прочим, отказалась от производства ядерного оружия, оружия массового поражения, под гарантией лояльности по отношению к ней. Мы подошли давно к такому этапу, когда, в общем-то, при наличии средств сделать атомную бомбу несложно. Это не делалось потому, что договор о нераспространении ядерного оружия он предполагал, что великие державы принимают на себя обязательства по уважению и гарантию суверенитета малых стран. И таким образом ядерное оружие, как бы можно было от него отказаться, люди знали, нас не тронут, ну а покорять мир нам все равно не по силам. Вот когда этот вето было нарушено, они, по сути дела, дали сигнал всем. Ваш единственный шанс отстоять свой суверенитет – иметь атомное оружие. Потому что, да, если к НДР вступит в ядерную войну, она ее проиграет. Но, во-первых, очень плохо придется тем, кто ее победит. А во-вторых, при типе ее политической культуры они еще с радостью пойдут на смерть, зная о том, что они… или там какой-нибудь исламистский режим, зная о том, что вот шайтану Америки нанесен такой удар. То есть ситуация, в принципе, создана достаточно страшная. И тут нужно иметь в виду такую вещь, что вообще в данных условиях от мировой новой войны мир, мир вообще и мир, как не войну, сохраняет только сохраняющийся советский ядерный потенциал у России. Потому что, ну, если она будет вывлечена, она уничтожит всех. Америка может уничтожить всех. Если Америка… вот в чем трагедия с ПРО? Если Америка сможет это нейтрализовать, то это ограничение исчезнет, а тогда это может покатиться дальше уже.